Дайте мне сказать, в конце концов, я сейчас расскажу об этом. Не берите терпения. Сейчас, сейчас, секундочку, дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны, с вашей. Эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а действительно с самим Кремлем публикуются. Но что это за фотографии России такие? Вы сказали, в полуголом. Слава Богу, не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю, необходимо прятаться за кустами. После окончания президентского срока вы уйдете из политики, или все-таки вы продолжите быть во власти и стать премьер-министром? А как бы вам хотелось? Это не имеет никакого значения. Мне интересно, что вы хотите. Мой президентский срок только что начался. Это только в начале пути. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал конституцию своей страны и не собираюсь этого делать. Не стоит ли официально признать, что Россия поддерживала вооружениями повстанцев на востоке Украины? Если вы наберете терпение и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. Но господин Пригожин не занимается только ресторанами. У него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов. И миллионы долларов он тратит на эту фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору? Вы же его сами знаете, хорошо. Знаете, я много людей знаю. И в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. Вы еще ни разу не называли открыто его имя, Алексея Навального. Почему? Вы знаете, у нас ведь много бунтарей. Так же, как у вас. Так же, как в Соединенных Штатах. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили. Саакашвили.